Всем здравствуйте! Вы на моем канале Хапаев Олег, тренер Хапаев Олег. И сейчас я коснусь такого нюанса, как ходьба при коксоартрозе. И дам несколько советов, которые помогут вам контролировать ходьбу. Со мной мой друг Буратино. И вот смотрите, значит, на чем я хочу остановиться сейчас. Шаг здорового человека имеет определенную амплитуду. Она у всех разная в зависимости от длины ног, в зависимости от работы мускулатуры. Но она существует. То есть существует амплитуда движения здорового человека. И существует амплитуда движения больного человека. Которая может быть гораздо меньше, в два раза меньше. Она может быть еще меньше. Шаг может быть семенящий. И вот в этом заключается тот нюанс, который я хочу вам осветить. Дело в том, что любой больной человек пытается быстренько копировать здоровое положение ноги. Но при этом у нас, у больных коксоартрозом, очень сильно здесь задействуется подвздошная мышца. Когда у нас нога идет назад, то здесь идет у нас растяжение. И, соответственно, шаг не получается большой, потому что подвздошная мышца дает болевое ощущение. И как бы вы ни старались восстановить здоровую ходьбу, вы будете усугублять ситуацию на больную подвздошную мышцу. Если учитывать еще, что у нас и ягодичная слабо работает, то шаг у нас получается ни шатка, ни валка. Поэтому я вас хочу предупредить. Не пытайтесь сделать широкий шаг. Сделайте частичное движение. То есть тот шаг, который у вас сейчас допустим и достаточно комфортен, постарайтесь с ним и разбираться. То есть во время ходьбы пытайтесь вот этот короткий шаг довести до совершенства. Для того, чтобы у вас походка была не просто широкой, размашистой, а была короткой и устойчивой. И при этом у вас таз и ваш корпус не наклонялся в какую-либо одну или в другую сторону, заваливаясь там на больную и на здоровую ногу. То есть старайтесь ходить ровно, с ровной осанкой и семенящим шагом, но старайтесь делать хорошее движение стопой. То есть стопа должна работать, вытягиваться носок взади. Когда он идет вперед, носок натягивается на себя, пятка должна доминировать. И вот на этом небольшом расстоянии вы должны довести это движение до совершенства. Не колебаться во все стороны и ходить ровно. При этом про себя вы должны просчитывать. То есть если вы идете ровненько и уже хорошо, то вы можете ускоряться вот на этой амплитуде и давать ускорение себе. То есть делать просчет. Допустим, 10 шагов я ускоряюсь. Там раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Каждый шаг просчитали. Потом тем замедлили. Потом увеличили до 20. Потом до 30. И таким способом при счете вы своим мозгом контролируете движение, сосредотачиваетесь. В медитативном плане вы сосредотачиваетесь на движении. И ваш шаг начинает работать более ускоренно. Вот в этой позиции, которая вам удобна. Все придет само собой. То есть движение будет становиться все шире и шире со временем. И стабильность в движении придет обязательно. Если вы не будете торопиться и не запрыгивать вперед, не бежать впереди паровоза. Ну а с вами был тренер Хапаев. Подписывайтесь и занимайтесь. Потому что движение это жизнь. Это такая фраза, которая, ну, она вечная. И ее никак не поменяешь. Всем пока. Продолжение следует...